Сборная Подмосковья против сборной страны по рукопашному бою встретились на турнире в память сотрудников управления Альфа, майора Игоря Панина и капитана Романа Лашина. Они погибли, исполняя свой воинский долг. В их честь Красногорский клуб Ярополк и Международная федерация рукопашного боя проводят бойцовские соревнования уже четвертый раз. Спортсмены у нас разной категории. В основном это молодые, есть совершеннолетние, есть несовершеннолетние. Соответственно, все подготовленные занимаются спортом в разных клубах тех или иных регионов и профессионально выступают на всероссийских и в том числе федеральных мероприятиях. В Красногорский городской округ представили пять спортсменов. Все они воспитанники Ярополка. 15-летний Даниил Гарусов рукопашным боем занимается с 11 лет. Говорит, участники сильные, но он рассчитывает на победу. Мандраж без этого никак. Мандраж все равно будет. Но уже меньше волнения. Когда с тренером разогреваешься, уже намного спокойнее становишься. Поэтому я думаю, я готов. Соперник Даниила Мурат Гаджиев из спортивной школы единоборств Абакана, республика Хакасия. Несколько минут боя, и судьи выносят единогласное решение. Из восьми поединков турнира два – это профессиональные бои Лиги чемпионов Hand to Hand. Сильнейшими по итогам схваток стали и Магомед Тайгибов из Санкт-Петербурга, и Виктор Тихонов из Солнечногорска. Была на матчевой встрече и женская пара. На ринге сошлись Лола Саидова из клуба «Богатырь» из Новокузнецка и Мария Егорова из Домодедовского авангарда. В общем зачете сборной Московской области и сборной Москвы оказались равны. Мероприятие провел известный ринг-анонсер Александр Загорский.